Ой, ой, что? О-о-о! Яблоки полезли, яблоки! В окурином бульоне не все гниют! Всем привет, мои хорошие! Сегодня с вами будем бояться! Вышла игра, которая называется Lace of Fear. Это, по-моему, уже третья, скажем так, игра из этой серии. В предыдущую я на канале играла, но не смогла пройти, потому что обосралась. Была еще одна, но в нее я, по-моему, не играла. И вот, собственно, третья, еще одна. Вот, надеюсь, что будет интересно, надеюсь, что будет страшно, и я смогу ее пройти, потому что раньше я реально боялась, я прям соковала играть в horror, но сейчас там уже чуть-чуть с вами прожженные, плюс вас больше стало, да, поэтому мне будет более-менее комфортнее это делать, потому что будет поддержка, все такое. Так что погнали! Новый сюжет, новая игра. С вас, как всегда, лайк, подписка, если не подписаны, а иначе выпей писька. Так, гамму чуть-чуть сделаю посветлее, чтобы нам было с вами не темно и комфортно глазкам. Поэтому погнали! Поначалу в этой игре все достаточно спокойно, но потом начинается жопа. У меня было все. Для вкуса услады, духов, а, духов, ароматы, почеты, награды. О чем она в стихах разговаривает? Но вот, ты пришла, я пришла и все отняла. Я отняла? Я ничего не делала, оставь лишь боль. Я? А почему я? Я-то за что? Я в первый раз, не знаю, что со мной не... Так, подожди, меня игра обсирает. Меня обсирает игра, а? Ребята, на помощь. Обсирает, представляешь, игра говорит, что я... Я во всем виновата, я ни в чем не виновата. Я самая милая пусика из всех пусик, которые есть. О, какая красота какая. Щелкунов не хватает где-то вот здесь вот. Ванной, прям как раз. Споры какие-то летают. Опа. Тут, как всегда, все завязано на картинах, если вы не в курсе. Вот, тут будут оживать всякий сюжет картин. Так было в прошлых сериях игры и в этих тоже. Я пришла забрать свое. У меня ничего нету, я бомж. Десятью годами ранее. Или позже. Early. Early это, по-моему, позднее или раньше. Ранее, ранее, да. Так. Ну что, очень уютный такой кабинет. Красивый, да. Я вижу, тут лежит какой-то зажигалка. Напоминает то стихотворение. Меня поздравляю. Хорошо. У меня теперь есть зажигалка. А это какая-то фотография мужика. Это мой муж, видимо. У него что-то с ногой, судя по тому, что он с костылем. Где-то он у меня поранился. Ну ладно, пошлите дальше. Я не знаю, куда нам идти. Эй, Ержан, открывай. Ну это какое-то такое городишко, типа. Уютный. А у нас есть какие-нибудь задания здесь? Или я просто куда хочу, туда и иду? Просто я должна в какой-то момент же обосраться, правильно? Вот, уже что-то падает. По-моему, да я жопой задела швабру. Письмо. Про крыс я в курсе. Но с ними ничего не поделать. Они на этом острове всегда водились. Так что оставим там их в покое. Нам даже лучше будет. Думаешь? А если крысы начнут нас по ночам грызть? Если они будут разносить чуму? Серьезно? Я предлагаю завести котов. Тут такой здоровый дом, что позволит нам завести кота 3, 4, 5, 10. Вообще сколько угодно. Главное их всех простерилизовать. Чтобы они не размножались. Иначе их будет потом 20. Прикидите, у моего папы в детстве было 20 кошек. 20 кошек. 20. Потом, когда он пошел в армию, бабушка с дедушкой их вывезли в поле. Ну, раньше так делали. Сейчас, конечно, это уже, конечно, так лучше не делать. Здравствуйте. Еще раз поздравляем с победой в конкурсе. Мы не устаем повторять, что ваша работа нас поразила. И мы рады пригласить вас в нашу обитель. Чувствуете себя как дома. Весь маяк в вашем распоряжении. Мы будем присылать припасы, лодка и раз в неделю. Если что-то потребуется. На маяке есть телефон. Желаем вам вдохновения, плодотворной работы, дирекция. Я, короче, очередной писатель, да? Который приперся вот сюда. Конкурс для писателей, понял. Ну, кто хочет на паузе, прочтите, пожалуйста. Но мы уже победили, я считаю. Так, а дверь вот эта открывается? Нет, закрыта. Ну, пошлите дальше исследовать дом. Очевидно, нам надо просто исследовать домино. Ха, весь маяк в вашем распоряжении. Ну, да, конечно. Но некоторые поназакрывали. Подождите. Мама, я уже взрослый. Инвалид или нет, но сам о себе позаботиться уж точно смогу. А ты лучше сосредоточься на себе. Не терпится поскорее прочитать книгу. Люблю тебя. А, то есть это не мой отец, это мой сын. Где телефон звонит, алло? Где? Подожди. А, вот это телефон. Алло. Алло, алло, алло. Бенжур. С'il vous plaît. Алло. Мне сообщили, что вы на маяке. Надеюсь, вы найдете там все необходимое. Оперативно, однако, да, я здесь. Приятно слышать. Как идет работа? Что? Послушайте, миссис, вам нужно начинать работу как можно скорее. Напомню, что вы подписали контракт, все сроки были оговорены. Рекомендую не затягивать. До свидания. Нормально он на меня наезжает. А по-вашему, это нормально так на меня наезжать? Я бы пошутила, но так шутить уже нельзя. Но я бы пошутила про... Короче, ладно, неважно. Кто понял, тот понял, а кто не понял, тот не понял. Ну и шо на маяке я там делать? Престижное вознаграждение неожиданно получают талантливые американцы. Бла-бла-бла. Нифига не талантливые. Куда дальше-то идти-то? Мне сказали приступать работать. Может, это намек был такой, что я должна сесть в запечатанную машинку и... Произойдет какой-то скрип далее? Давайте попробуем. Да. Фу, тут крысы чирикают. Был не на... Что это такое? Что? Я только села работать. Что происходит? Это крыса за стеной, шо ли, там? Или двери ш... Что происходит? Это что такое, а? Опа. Опа, дверь открыта. И что? Картина меня зовет. Меня зовет картина. Мне не понравится это. Не надо. У него аж палец сломался. Видал? Опа. Опа. Галюники. Видал? Все, приехали. Приехали. Прям так сходу, да, начинается говно? Я за тобой слежу. Закрою тебя, хорошо? Еще какая-нибудь дверь где-нибудь открылась? Пойду дальше писать. Раз уж я здесь, можно и позвонить. Кому? Кому это ты собралась звонить? 9-1-1-1, надеюсь? Алло. Привет, дорогой. Зволью сказать тебе, что я на месте. Представляешь, мне уже позвонили из агентства и спросили, как идет работа. Безумие какое-то. Тебе хоть сумки дали разобрать с дороги? Как вообще маяк? Вдохновляет? Пугает? Спуки. Именно пуки. И то, и другое. Я как раз тут осматривалась. Это определенно что-то с чем-то. Как у тебя дела? Лекарства работают? Обо мне не волнуйся, мама. Думай о себе и своей работе. Это твое время. Наверное, ты прав. Ладно. Тогда пора приступать. Пока, сынок. Люблю тебя. То есть, это мой сын. А я думала, что это, короче, мой муж. А это оказался всего лишь мой сын. Ну ладно, пошли работать. Надеюсь, картина больше не будет там стучать со дна. Был ненастный вторник. Я знаю, каким ты себя ощущаешь. Потерянным. Одиноким. Безнадежным. Вероятно, ты это заслужил. Но даже у тебя есть шанс. Шанс вернуть все, как было. Единственное, чего ты когда-либо желал. Заверши картину. Каждый портрет, написанный с чувством, есть сущности. Портрет художника, а отнюдь не его модели. Ладно. Это мы за другого человека переместились. Дай играть. Это что? Это собачий намордник. У меня есть собака. Псина. И крысы. Великолепно. Уважаемый господин, просим вас прекратить донимать наших специалистов по борьбе с вредителями. Ага. Понял. Ну а если они не справляются? Так, бухлишко. Бурбон. Но мы не будем сегодня пить. Эй, открывай, Ержан. Что написано? Сэр, я не заходила в мастерскую, как вы и просили. Хотя представляю, какой там беспорядок. К тому же, как раз вы так сильно переживаете за эту комнату. Не стоит разбрасывать ничего по всему дома. Отнесла их к вам в кабинет. Хорошего дня. Ладно. Блин, но у меня тут, в принципе, такой творческий бардак. А где моя комната? Подумала, что ты опять не будешь спать всю ночь и приготовила тебе вкусненькое. Знаешь, я готова поспорить, что даже Рембрандт время от времени переставал быть совершенством. Похрапывал, как и мы, простой люд. Знаю тебя, ты случилась. В общем, поспи, глупыш, я тебя люблю. Так, у меня есть женщина. Краска, это заказ. А, я помню эту кухню. Ну, подожди, эта кухня была в предыдущих частях игры. Я помню эту кухню. Самой первой, по-моему, Лейс оф Фир была эта кухня. Либо она была в каких-то похожих хоррорах, но я помню эту кухню. Она реально... Я ее где-то видела. Так, газета. Это что? Фотографии. Я какого-то мужика перечеркнул нахрен. Возможно, он меня бесит. Я посрал. Так что нужно смыть унитаз. Это великое достижение. Так, бабские штучки. Включена вода. Я смотрю, я не экономлю. Свет работает? Алло. Алло, алло. Не работает. Протезы. Я еще и одноногий. Хорошо. Почему-то... Ну, может быть, я ветеран войны? Так, у меня реально есть собака. Как ее зовут? Поппер... Пон... Паркер? Что? Прости за вчерашнее. Ты была права, я переборщил. Просто дело тут не во мне, дело в ней. Я старался делать все в интересах. Наверное, я всегда считал, что в несовершенном мире есть смысл стремиться. Короче, он этот... Человек, который стремится к совершенству. Крысиный ядь. Какая-то визитка. Крысиная ловушка. Ой. А если я пройду меня... Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ха. Разрядил все ловушки. Но мне было интересно, что будет. Так, это что такое? Часы. Судя по всему, не работающие. Ну, мы же должны тут оглядеться. Ой, сколько тут у тебя картин странных всяких. Я смотрю, вы любите рисовать, месье. А где моя комната? Я же тут в первый раз. Работал всю ночь, не будить. Кого? Так, а тут никого нет. Это, наверное, моя спальня. Скрипочка. Я вот эти вот вырезки газетные буду убирать. Потому что нахрен они нам нужны. Дышки. Крюка. Это что? Это бандаж. Просто взял, чужие вещи забрал. Прости, не смог заснуть. Ногда снова расшарилась. Думал немного поработать. Я тебя люблю. Я не пойму. Я с кем живу? С женщиной? С мужчиной? Или женщиной-мужчиной? Типа в этом доме вроде бы кто-то есть. Закрыто здесь. А одновременно никого и нет. И женщиной, и мужчиной. Нотный сонет. Бляха. Я понял. Очень страшный звук. Это мой кабинет? Или нет? Ох. Ну, короче, ко мне, как и всем людям творческим, предъявляет. Типа, где картина? Я же попросил на рис. Алло? Ну, что-то тут реально какой-то бардак. Нахрен сюда приходила уборщица, если она не убирается. Что? Прости, я все улаживаю, сегодня будем только ты и я. Давай сделаем это день особенным, ты обещал. Я не пойму, я по мальчикам или по девочкам. Я вот реально, я что-то не вдупля... Ключи нашла. Блин, может быть я забухал? Может быть я какой-то алкаш? У меня нет нифига никакой уборщицы. И мне все это кажется... Ну, потому что, ну блин, ну а шо это такое? Здесь запя... О, детская открылась. У меня когда-то, видимо, был ребенок. Ключевое слово был. Почему розовый? Не знаю. Потому что, наверное, у вас девочка, а девочки любят розовые всякие цвета. Тише, детка, папа с тобой. Так, а подожди, детки здесь нету. Что, я реально сошел с ума? Может быть реально я, типа, рисовал картину, у меня все не получалось, все шло через жопу, я спился, жена меня бросила, забрала ребенка, я начал жить с мужчиной. Не, если чертела, общаться через записки. Мы живем в одном доме в конце концов. Как закончишь, приди и поговори со мной, до того как ляжешь спать. Ну да, видимо, у нас все пошло по жопе с женой моей. Вот, уборщица от меня тоже свалила. Ну, короче, это не очень приятно. Типа, видимо, и ребенка забрала тоже. Это шо? Ёб твою мать. Это что такое? Серьезно? Охренеть, крысы скачут. Чтение, письменное обещание. Ну, такой из него муж, если честно, что он реально с женой через записки общается. Реально дурак. Выходит. А тут жутко в этом, на подвале. Пока не могу сказать, что страшно, но это Лейс Софир. Она потом, как обычно это бывает, раскочегаривается. Потом придется чего-нибудь убегать, куда-нибудь приседать. Бояться, обсираться, скримеры и прочее. Но мы идем с вами в этот. В мастерскую. Надо было просто проверить все комнаты, которые тут есть. Мне даже собака сдохла, понимаешь? У меня даже собаки нет. А вот и мои картины. Нет, это личная. Извини. У меня еще какие-то вьетнамские флэшбэки. Ну, судя по вину, я изрядно так побухиваю. Все закрыто, что ли? Ладно, будем рисовать. Продолжьте работу над трудом всей жизни. Вот это труд всей моей жизни? Потерянным. Ты это заслужил. Закончи ее. Серьезно, я? А как? А как ее заканчивать? Я не умею. А я не умею. Две души. Такие увлеченные. Такие талантливые. Но все равно они решили создать нечто заурядное. Серьезно? Дом, жена, семья, спокойная жизнь. Они отказались от своей любви к искусству и цепляются за эту жизнь. Как они могут? О! Тетка. Ну и что? Тебе что, завидно, что ли? О! Что-то изменилось. Имею честь пригласить вас отпраздновать свадьбу в субботу. Может, это моя жена типа замуж уже вышла второй раз подряд? У нас все было настолько с ней плохо. Так, какой-то Оскар кто-то... Уважаемый господин и госпожа! Рады, что вы приняли наше скромное предложение. Мы с коллегой обсудили возможные даты и пришли к выводу, что лучше все будет открыть выставку. Нам нужно время, чтобы все подготовить. Ага. Окно, может, закроем? Не дотянуться. Ой. Зачем же вы так резко? Но зато теперь не дует. Опять все изменилось. Может быть, я у этого, у Генри Холмса? Они не понимают, чего стоит нарисовать достойную квартиру. Фу, картину. А, я нашел кусочек картинки. Мне нужно ее по пазлам сейчас, да, собрать, получается? Бля, прикол. Кто-то ногу свою забыл. Я реально спился, походу, алкаш. Судя по тому, что я вижу, я реально, алкаш, оскотинился и стал алкашом. Эй, а что закрыт? А что? А как? А я не могу. Ой. Мамочки. А что оно раскрылось-то? Может, мне сюда не надо? Я реально схожу с ума, господа. Тут все заперто. Это я, конечно, скотинился. И здесь заперто. А, вот он. На картине висел. Э! В смысле? Тут же только что была дверь. А! Я переместился в комнату. Ля. Ну, хорошо. Never forget. Никто не забывает, никто не забыт. Тут реально происходит какая-то дичь. Эта картинка... Повернись слегка налево. Вот так. Это они косплей или Титаник? Нормальные у них ролевые игры. Надо, видимо, он когда-то знакомился так со своей женой. Типа косплей, Титаник, все дела. Но что-то пошло не так. Ой, смотри, там сыпется. Зерно или что? Женщины просыпали зерно. Женщины... Опа, картина свалилась. С кусочком. Картины, которая мне нужна. Знаешь, потихоньку нагнетает ситуация. Ой. Олень блюет и рыгает. Ну, рыгает и рыгает. Что уж там. Блюает. Красивая девушка. Ай-яй-яй-яй-яй! Что? Что такое произошло? Что? Куда? Где я? Ой, блин. Что-то как-то я куда-то быстро провалился. Я написала музыку для всех картин. Сыграйте сегодня вечером. Уверена, тебе понравится. Тут темно. Как в жопе. Взял, куда-то свалился. Мой начинающий алкоголик. Опа. Нужно заточить. Зачем? Не надо затачивать. Это опасная бритва. Она действительно опасная. О! Чего? Что? Ты зачем меня пугаешь? Не пугай меня. Может быть, я здесь должна найти где-то остаток картины? Или я просто так включила здесь свет? Ладно, наверное, я просто так включила здесь свет. О, винишко льется. Винишко тян получается. Так, письмо. Прости, давно не писал. Работа навалом. Должен сказать твое последнее письмо. Меня, мягко говоря, насторожило. Парить не могу, что она сожгла все твои старые картины. Зачем? Особенно жаль женщину в черном. Ты ведь эту картину ей посвятил, верно? Не знаю, что ей сказать. Пусть срочно обратит за помощь. Ты тоже поговори с кем-нибудь. После сушевого опережья, лишним это не будет. Ну, у них че-то какая-то трагедия произошла. Я говорю же, не надоело быть без внимания. Опачки. Ля, потайны какие-то комнаты. You can fight here. Она тебя сломит. Не-не-не. Короче, я какой-то алкоголик, который сам с собой общается. Я понял. О, ля, рыжая крыса. Первый раз вижу рыжую крысу. Мне нужен кот. Я не знаю пока пароль. Но я его обязательно сейчас найду где-нибудь. Зажгу свечки, во-первых. Нашла картины кусок. Четыре. Что за звук? Четыре. Девять. О, видишь, я молодец. Шесть. Шесть, девять, че-... Не надо. Шесть, девять, четыре. Давай попробуем ввести. Шесть, девять, четыре, да? Давай. Шесть. Девять. Я молодец. Я такая молодец. Нашла ключ. От чего этот ключ? Наверное, от той двери, которая вот здесь. Так. Все нормально, все хорошо. Я могу и закончить. Открывай ворота. И вот я... Блин, ну я реально сбухну. Что происходит? Ну да, видишь, у нас с семьей было все просрано. Типа, я, видимо, работал, не покладая рук. И жена такая, типа, ммм, пошел нахер. Так, watch. А, which color should I choose? Какой цвет я выберу? Не знаю. Зеленый? Откуда я знаю, какой цвет ты выберешь? Как-то... Что-то делаю, и оно само... Похитители протезов. Я ищу ногу как-то это... Себе. Так, какие-то мечты. Пошли в мечты. Может, разбившиеся? Яблоки. Ты слышишь это? Что? Что женщина плачет? Наверное, это моя жена ноет. Прошлой ночью мне приснился прекрасный сон. Мне приснилось, что ко мне пришел он. Обнял меня и любил, как прежде. Ну да, надо своей женой заниматься, а то она нелюбленная у тебя. Конечно, пройдите тысячу шагов. Так, я прошла тысячу шагов. Какие-то интересные достижения тут дают. Думаю, для таккаты здесь не место. Гости будут слишком сосредоточены твоей музыке и упустят все остальное. Короче, он поставил себя на первое место. А свою жену на второе место. Но это неправильно. Так, и шо это у нас тут? Какая-то типа картинная галерея. Мне наверняка сейчас нужно все поставить. Любовь моя. Я сменила мелодию на менее оброскую. Ты был прав. Так гораздо лучше. Скорее бы открытие. Я даже мечтать не могла, что мы будем творить вместе. Ооо, у них так все классно начиналось вместе. И так плохо все кончилось. Потому что муж оказался немножечко эгоистом. Так. Я должна, видимо, какую-то картину найти, да? Типа каждый раз, когда я смотрю через... А эта дверь была здесь? Подожди. Во! Видишь? Мне надо перспективу прорисовать. Опа, ключ. А? Ой. Эта буря когда-нибудь закончится? Я реально пьяный. Я такая молодец. Я так все решаю вообще чутко. Кукусики. Че? Сонеты. Он ее бабские вот эти вот. О, кусок картины. Забираем. Как два человека, когда-то влюбленных до везумия, могут так сильно отдалиться друг от друга? Мой муж перестал со мной говорить часами напролет, сидит в своей мастерской, усердно отрабатывая одну неудачную картинку с другой. Он даже не ложится со мной спать. Мне кажется, я ему противна. Этот взгляд, которому он одарил меня на днях. Жалкий, болезненный взгляд. Смерть, стыда, вины, отвращение. Не поняла, что стало чудовищем в глазах супруга. Такой не должна испытывать ни одна женщина. Блин, ну это очень обидно. Это очень обидно. Это прям... Я понимаю ее чувства. О! Смотри-ка, ножки. Чьи ножки? Кто тут бегал босиком? М? Смотри, он тонет. Зачем? Он что, глупый? Пусть не тонет, заколебал. А, ну короче, соседи даже нам жалобы писали, е-мое. Очень плохо. Мой дом, моя крепость. Пока внутри мне ничего не грозит. Нормально она закрылась там. Херовасто, конечно. Семьянин из меня такой себе. Как оказалось. А че опять окна открыто? Закрывайте окна же, продует. Хожу кругами. Нет, смотри, не кругами. Здесь что-то изменилось. Теперь да. Но она, по-моему, с каждым разом становится все ниже и ниже. Нет? Вот, смотри, появилась какая-то штучка. И ее нужно вот сюда поставить. Мы закрыли одно окно. И второе окно. Появилась какая-то записка. Фотография моей жены. Но она перечеркнутая. Потому что все херово в этой жизни. Жалко женщину вообще. О, рыба лежит. Ля, прикол. Ненавижу. Мне всегда казалось, будто письма написаны ею и писала чужая рука. За что ты так свою жену? Ни в чем не виновата, бедная. А что свет не врубился? Да. Жестко. Жалко тетю. Что? Что ты мне открыл? Воняет. О, мне воняет. Мне нужно последнюю штучку забрать. Ой. Фу. Это шо? Это я сделал? Оно подтекло. Ладно, я иду дальше. Все дальше и дальше. Последний фрагмент осталось найти. О. Уи. И что, оно крутится, да? Так, это что-то... Возможно, здесь какая-то загадка с кручащимся этим. Я собрала картину, наконец-то. Я так понимаю, мне теперь нужно вернуться назад? Что тут у нас? Колечко. Про нас все в газетах писали. Что мы идеальный творческий союз. А видишь, как все пошло? Все пошло через жопу. Он прям так сильно хотел закончить картину. Кто просрал все остальное, представляешь? Дурак? Не подходи. Почему? А что будет? Я уже подхожу? Смотри, он. Суки. Ой. Не надо. Не надо, дядя. На самом деле, это драма, мне кажется, больше, чем хоррор. Яблочко. Выпало. Червивая. Ой. Ну, очевидно, это аллегория на то, какое я уродство, ничтожество, тварь вообще, паскуда последняя. Мне нужно найти где-то ключ. Что ты ноешь в кладовке сидишь? Че ты? Шо ты ноешь? Ты где? А ну не ной, женщина. Где может быть ключ? Ой, ой. Что? О-о-о-о! Яблоки полезли, яблоки. В укурином бульоне не все гниют. Прям как я, сгнил изнутри. О, там что-то поливилось. Что это? Это что? Сначала я искал холст, необычный холст. Надо было найти нож. Я что, на коже рисовал на чьей-то? Потому что я реально рисовал на чьей-то коже? На жене, прикинь? Рисовал на жене. О! Это моя штучка. Ладно, гору в мастерскую. Картина у меня готова. Это что такое? А, это то, что я понапоходил? Оно сюда понаэтывалось, да? Понаклеилось. Все мои находки отправляются сюда. Ну, шо? А вот и картина. Ох, шо, этот художник. Ну, очевидно, у него получается какое-то говно. Ненавижу, да? Сейчас потерянным. Ты это заслужил? Закончи ее. Блин, реально же все херово. И опять заново полезу. Поведомление о увольнении. Так, это уборщица уволилась. Даже уборщица заколебалась здесь жить. Видишь, мы даже уборщицу не уважали. Не то, что жену. Нашла кусочек новой картины. Опа. Видал? Преобразуется. Не могу тебя видеть в таком состоянии. Ты же болен. Потел и дрожал всю ночь. Теперь заперся в мастерску. Сколько обычно? Прекрати. Неси эту чушь об изумленном художнике. Короче, с ума сошел, дядька. Переработал. Не, я считаю, нельзя так. Ну, как же семья? Как все вот это вот? Бокал вина. Реально сбухался, мужик? Это ненормально, что он сбухался. Ой, блядь, ёпта. Не отдаляйся от меня. Я уже... Уже отдалился. Ой. Тут как-то все очень херово. Мышиный фарш. О, какая гадость. Это что? Нашла какую-то комбинацию. Что-то картины какие-то даже мрачноватые. Огонь горит, потому что я мерзну, господа. Хожу, что-то картины обжимаю. Ооо, сейф. Так, 40 туда. Так, получается, 10, 40. Комбинация у меня. Вот это. Нарисовано. Икс туда. Икс туда. Икс туда. Вот, значит, получается, нужно... Почему он мне показывает 40? Ну, допустим, вот это 40. Вот это 10. Давайте попробуем сначала. Подожди. Как это работает? 40. 40. 10. Не открылось. Взяла какой-то ключ. Неплохо. Я даже не думала. Водочка. Что тут? Очередная записка. Это мой дом. Хватит меня в нем запирать. А потому что, видимо, ты буйный и всех заколебал. Поэтому тебя и забирают. Запирают, то есть. Это что за лифт? Какие-то лифты. О. Предупреждение. Следующий список собраний наиболее распространялся с симптомом в шизофрении. Ага. То есть, меня заподозрили еще и в шизофрении. Полностью с этим согласен. Возможно, так оно и было. Не исключено. А мне куда надо ехать? Во-первых, надо закрыть лифт. Во-вторых, мы едем. И едем, и едем в соседнее село. На дискотеку. Ой-ой-ой. А можно как-то останавливать или нет? Ой, бляха. Ё-моё. Это что? Это моя жена? Она почему-то погорела. Отринуть смерть, отринуть хаос, отринуть пламя, закончить. Короче, помешался чел. Очень сильно помешался. Я предлагаю нам дойти до сохранения и закончим на сегодня. Так, это какие-то расчеты. Счета, скажем так. Это что? О, кусок картины. Нашли, молодцы. Я так понимаю, наша цель найти здесь картинные куски. Иначе беда. В картинах кусков. Опять глобусы. Везде стоят глобусы. Символизм в работе. Ну, какое-то интервью. А мне обязательно надо было сюда входить? Ой, там все горит. Все горит. Ты горишь, как огонь. У меня огонь, я. О, женщина моя. Женщина писала сонаты. Любила, блин, меня. Нет, я все просрал. Как можно было так все филигранно просрать? Я не знаю. Картина сгорела. Мы все просрали, господа. И это я уже видел. Может быть, мне куда-то дальше нужно идти? О. А лифт уже все, не работает. Кабс, дай лифту. А при чем вот эта вот женщина была? Типа, которая в начале игры была. За ножками пойдем. Я вот не поняла этого прикола. А я знаю, что надо идти за ножками. Пойдешь за ножками? Будет тебе счастье. Потому что, видишь, ножки куда-то тебя ведут. Так, мы нашли ключ, нашли еще один кусок картины. Видишь, какие мы молодцы. А это вот не от этой ключ? Жаль. Вот от этой, да, ключ? Давно я ничего не писала. Прошло шесть месяцев, прежде чем я снова смогла держать ручку. Шесть долгих месяцев. Но мне наконец-то получилось. Мне еще больно, но на то, чтобы начеркнуть пару струк, мне хватит. Как часто мы имеем не ценят? Надо же, какая глубокая мысль. Наверное, мне пора передохнуть. А к чему ты это мне сказала? Расчесочка. Нашла бабскую расчесочку. Для чего? Зачем? Что в сундуке лежит? Картинки, да? Может быть, она тоже шизанулась? Может быть, мы шизанулись вместе? Ну, типа, знаешь, как бы... Вместе сошли с ума. Вполне себе романтичненько получается. Вот, все. До сохранения мы дошли. Давайте на этой нотке тогда закончим. Пишите, как вам серия. Вот, ну, думаю, наверное, да пройдем игру до конца. В принципе, интересно. Будем такие делать серии по 40 минут. Так что увидимся в следующих сериях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok